Никого. Все должны быть внизу, ждать своей очереди на допрос. Воровато оглядевшись по сторонам, ты подкралась к двери тетушки. Черт, и правда опечатано. Придется искать другой путь. Ты с грустью ковырнула край ленты с надписью «Полиция». И тут тебя схватило за запястье. Какого? Такого, что нечего ковырять официальные печати. Что ты тут делаешь? А ты что? Вышел в туалет. На первом этаже тоже есть туалеты. Ага, возле лестницы, по которой ты поднималась на второй этаж. Стало очень любопытно, зачем тебе понадобилось подниматься. Моя комната тоже на втором этаже. Я могла подниматься к себе. Александр скосил глаза на компрометирующий кусочек ленты, которую ты отодрала. Я не обязана отчитываться. Мужчина хмыкнул и встал между тобой и дверью, скрестив руки на груди. Как думаешь, что подумает детектив Гудман, если увидит тебя здесь ковыряющую ленту? Что-нибудь вроде... Убийца всегда возвращается на место преступления. Или она пришла сюда, чтобы скрыть какую-то улику? Какой убийца? Ты что, хочешь сказать, что подозреваешь меня? У меня имеются определенные сомнения. У тебя был и мотив, и возможность. Впрочем, главное, что тебя подозревает детектив. Смерть тетушки несчастный случай. Этот детектив зря тут копает. Парень вдруг склонился вперед, коварно блеснув глазами. А если нет, что если кто-то из вашей семейки или прислуги убил ее? Это мог быть и ты. Смелое заявление, уважаю. Что ж, да, это мог быть и я, если бы был мотив. Знаешь ли я... Третья ступенька снизу вдруг скрипнула под чьей-то ногой. Тише. Одним взглядом из стороны в сторону он оценил обстановку и резко толкнул тебя. Не ожидая этого маневра, ты спиной влетела в небольшой ольков, прикрытый тяжелой партейной допола. Секунды позже он оказался перед тобой, грудью вжимая тебя в стену. Что ты творишь? Тише, дурочка. Он прислушался и еле слышно застонал. Смотри, что ты наделала. Он идет сюда. Внезапно он схватил тебя за запястье, второй рукой, уверенно обняв тебя за талию. Поцелуй меня. Что? Да черт тебя дери. Не дожидаясь возражения, он наклонил голову и властным движением впился губами в твои губы. На секунду ты задохнулась, а затем вдруг расслабилась и сама поддалась навстречу ему. Твои руки секунду назад, отпихивающие его, сомкнулись кольцом вокруг его плеч. Ты приоткрыла губы, и твой язык скользнул между его губ. Александр вздрогнул и издал негромкий звук, как будто не ожидал такой реакции. Его тело напряглось, и на секунду тебе показалось, что он сейчас отстранится, но он привалился к тебе, сильнее вжимая в стену, и ваш поцелуй вдруг стал таким горячим, таким жадным. Занавеска за вашей спиной вдруг резко отдернулась, явив сурово нахмуренное лицо помощника Гутмана. Оу, прошу прощения, не ожидал... Александр выждал паузу в две секунды, а затем лениво повернулся, слегка прикрывая тебя с собой. Я прошу прощения. Самуэль Макотэ Самуэль. Александр Нильсон, к вашим услугам. Самуэль, вы не могли бы оставить нас наедине? Помощник медленно перелил взгляд с него на тебя и обратно. С удовольствием, но сначала я попрошу вас не пользоваться этим коридором слишком интенсивно. Мы бы не хотели лишиться улик, если они здесь есть. Александр улыбнулся и покорно кивнул. Мы ни на что не стали бы мешать следствию. Уже уходим. Александр, я надеюсь, вы не забудете явиться на разговор с детективом? Ни в коем случае. Это мой гражданский долг, как-никак. Он галантно подал тебе руку и под неодобрительным взглядом Самуэля вы иритировались. Ты попыталась захлопнуть дверь перед его носом, но парень вовремя подставил ногу в проем. Сдавшись, ты отпустила в глубину комнаты. И тут же злобно прошеппела. Что за стыну ты там устроил? Я спас тебя от крайне неприятного разговора с малышом Сэмми. Ты должна быть благодарна. Ты наградила его самым тяжелым взглядом из своего арсенала, но мерзавец не впечатлился. Спасибо, а теперь убирайся к черту. Зачем тебе нужно было попасть в ту комнату? Затем, что я там кое-что оставила. Что именно? Телефон, он мне нужен. И это не улика, я принесла его с собой, когда нашла тетю.